Международный фестиваль театрального искусства «Белая вежа» известен артистам всего мира давно. Режиссеры готовят на форум искусства спектакли, которые были бы доступны, понятны и близки публике. И это нисколько не ограничивает жанровое разнообразие. Всегда есть место экспериментам и новым творческим находкам. Поэтому на фестиваль заявляется немало именитых гостей. В 2019-м публику ожидает встреча с Константином Райкиным. Знакричимые фигуры того же российского театра будут у нас в гостях, как Константин Аркадьевич Райкин. Я думаю, в этом году нам удалось привезти очень солидный театр классического балета «Касаткины». Поэтому это будет не какая-то антреприза, выездной спектакль, а настоящее, то, что они показывают в Москве, в Большом театре, покажут у нас в Бресте. В 2019-м афиша получилась достаточно насыщенной. Есть в ней место и классическим постановкам, и моноспектаклям, и даже балету. На Брестской сцене выступит Государственный академический театр классического балета «Касаткины» и «Васильева». Ожидают зрители и уличные представления. Они пройдут на площади Ленина 8 и 15 сентября в 8 вечера. Откроют фестивальную неделю постановка Витебского национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. И дальше все семь дней публика будет следить за разнообразием палитроспектаклей. «Как всегда, мы стараемся сформировать программу так, чтобы было интересно для разных категорий зрителей, включая и детскую программу. В этом году опять-таки будут и спектакли для детей. Это кукольные театры из Могилёва, Брянска, из Казахстана. Она порадует наших деток. Я думаю, что это им будет интересно. Тем более, что тот же Могилёвский театр, режиссёр этого спектакля Игорь Казаков, обладатель ни одной национальной премии». В афише «Белая вежа-2019» есть и постановка Брянского академического театра драмы «Серёжа очень тупой». Сочетание реальности и фантастики. Через историю молодого человека, талантливого программиста, погружённого в мир компьютерных разработок, можно рассмотреть целое поколение, жизнь которого подчинена гаджетам. Ситуация, разыгранная питью актёрами, заставляет задуматься об абсурдности ухода от реальной жизни. «Я вижу её так, как какую-то историю на путешествие человека по жизни. Мы назвали её «Road Movie». Я считаю, что жизнь – это есть какая-то дорога, которую человек проживает. И как он её проживёт, как он пройдёт эту дорогу. Об этом, наверное, спектакль. Билетов в кассах осталось не так много. Поторопитесь, чтобы удовлетворить свои культурные запросы и погрузиться в мир настоящего театра.